Корейская звезда из Need for Speed Underground. Хюндай Купе. Видео по заказу моего друга. Хюндай Купе – это эффектное купе с мотором V6 от корейского производителя за небольшие деньги. История Хюндай Купе, пришедшему на смену модели с Купа, начинается с 1996 года, когда вышло первое поколение. Но вот автомобили второго поколения, дебютировавшего в 2001 году, стали больше, мощнее и еще не выглядят артефактами из прошлого. Особенно неплохие редкие машины после рестайлинга, когда на смену простой передней оптики пришли фары-бумеранги. Техническая база унифицирована с Elantra XD и другими моделями бренда. Если говорить о кузове, то корейцев начала 2000-х сложно назвать образцом коррозионной стойкости. Помимо купе, которое выпускалось для европейского рынка, этот же автомобиль выпускался под именем Тибурон и Тускани. И здесь играет роль как место сборки, так и целевой рынок. Тускани собирали в Корее, и им приписывают самую низкую коррозионную стойкость, ввиду слабой антикоррозионной обработки. Версия Тибурон, хоть и имеет антикорр, но приезжали из США, где их зачастую покупали битами и под восстановление, и такое прошлое не сулит кузову ничего, кроме проблем. Купе на этом фоне считаются самым оптимальным вариантом, хотя с учетом возраста прогнозы строить сложно. Еще одна предсказуемая сложность в содержании купе – это редкость кузовных запчастей. Если техника тут типовая, то внешность все же уникальная, и за эту уникальность приходится платить. Многие детали существуют только в оригинальном исполнении, и выручает лишь корейское происхождение и возраст машины. Детали на корейцев все же не бывают запредельно дорогими. Ходовая часть здесь унифицирована с Elantra и, соответственно, максимально проста – это стойки MacPherson впереди и сзади. Подвеска абсолютно ремонтно пригодна, а цена запчастей – мизерная. В общем, поддерживать ходовую часть в приличном состоянии стоит немногим дороже, чем на Жигулях, а главная задача – не увлекаться пагубной экономией. Тормозная система тоже максимально простая, хотя на задних тормозах для купе не экономили, здесь всегда будут дисковые механизмы. Рулевое управление здесь тоже унифицировано с Elantra и предельно дешево в ремонте. Вариантов коробок передач для купе предлагалось три. Базовой была пятиступенчатая механика, а альтернативами ей служили ручная коробка на шесть ступеней, сочетавшаяся с 2,7-литровым мотором и четырехступенчатый автомат, доступный для всей моторной гаммы. Моторы купе тоже хорошо всем знакомы, главным образом по Elantra и Sonata. Базовым был 1,6-литровый G4 Ed, однако мощность чуть выше сил делала его крайне непопулярным. Самый популярный вариант – это 2-литровый G4 GC. Здесь, как и у 1,6-литрового мотора, чугунный блок с алюминиевой головкой, ременной привод ГРМ и распределенный впрыск, а потенциальный ресурс – более 300 тысяч. Ну а на вершине моторной гаммы был 2,7-литровый V6 с индексом G6BA. Его можно считать самым логичным выбором. Во-первых, он обеспечивает хоть сколько-нибудь приличную динамику, а во-вторых, на Sonata такие моторы порой ходят по полмиллиона километров. Правда, в содержании мотор будет несколько подороже. Для полного понимания остаточного ресурса не помешает эндоскопия. Мотор часто сочетается с механической коробкой передач, и юные гонщики иногда выжимают из него все соки, задолго до 300 тысяч километров, как бы это ни было сложно. Если тебе понравилось видео, напиши мне в комментариях, как тебе этот Hyundai и о каком автомобиле мне тебе рассказать в следующий раз.